Как аукнется, так и откликнется. Эта поговорка не как лучше подходит к ситуации, в которую Путин втянул всю Россию. Если прошлой зимой кремлевские пропагандисты упивались мыслью о том, что масштабные удары по украинской энергетике и критической инфраструктуре заморозят и сломят наш народ, то в преддверии года 2024 возможность испытать на себе свои же методы ведения войны появились и у самой матушки России. Это, мне кажется, реакция любого нормального человека. Если такой реакции нет, то у человека сердца нет, оно каменное. Но мы, конечно, при этом должны с ясной головой воспринимать все эти происходящие события. Понимать, где корень зла, откуда это идет. И, похоже, этой зимой корню зла, то есть Российской Федерации, будет ой как тяжело. А все потому, что украинские войска готовятся масштабно ударить по разным регионам России с помощью целого роя дронов-камикадзе. Киев хочет закрепить значительные успехи за последние несколько недель вторжения. В ходе которого некоторые из важнейших военных объектов и военно-морских объектов Москвы стали объектом нападения украинских беспилотников. И список потенциальных целей, которые на ближайшее время наметили себе в ВСУ, очень велик. Со слов военных, такого армия РФ еще не видела. Вместо нескольких штук в небо в одночасье подымутся несколько сотен украинских БПЛА. Когда будет историю писаться этой войны, то я думаю, что вот эти атаки, это и будет считаться началом наших наступательных действий. Мы хотим обескровить, мы хотим ослабить российскую армию для того, чтобы ей было тяжелее вести боевые действия в Украине, и для того, чтобы нам было проще вести наши наступательные действия, в которые мы готовимся. Однако, в отличие от оккупантов, ВСУ не станут наносить удары по мирному населению, российским торговым центрам и местам скопления людей. Наши военные сосредоточатся на складах и базах хранения военной техники. Для того, чтобы это наступление было удачным, нам нужно что? Нам нужно уничтожить технилогистические центры в тылу, как на временно оккупированной территории, так и внутри Российской Федерации. Нам нужно уничтожить их склады боеприпасов, естественно, горючие смазочные материалы, чтобы их армия осталась без топлива. Армия, флот. Сначала мы должны обескровить врага, подготовиться, подготовить наши силы, а потом уже наступать непосредственно по суше. Кроме физической атаки на военные объекты РФ, Украина этой зимой сильно ударит по россиянам и в психологическом плане. На носу у Путина судьбоносные выборы весной 2024-го. И последнее, что нужно сейчас кровавому диктатору, так это война на своей же территории. Признать тот факт, что война пришла уже непосредственно в Россию, они не могут. Поэтому они это все будут списывать на проявление каких-то там террористических ударов. В то же время морально-физический дух ВСУ на фоне подобных событий будет лишь расти. Нанести Кремлю в первую очередь психологический удар. Вот основная задача наших защитников. С информационно-психологической точки зрения это очень удачная акция. На фоне вот этих больших дискуссий про то, что мы сейчас фактически переходим в эту позиционную войну, и что у нас там, в общем-то, ситуация обострилась на фронте. Это определенный фактор, который может влиять на морально-психологическое состояние противника. А низкий моральный дух оккупантов – это первый шаг к осознанию и, главное, принятию собственного поражения. И армии украинских дронов в этой войне отведено просто колоссальное место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok